Всем привет! И сегодня мы с вами разбираем новую тему – будущее время. Для этого времени у нас тоже есть свои глаголы-помощники. И начнём мы с глагола «золен». Скорее всего, вы уже видели его в теме «модальные глаголы» и, возможно, уже знакомы с его спряжением. Его придётся звучать наизусть. Я буду. Ты буду. Ги буду. Он буду. Он буду. Зай это будет. Редактор субтитров А.Семкин Помимо того, что он как модальный глагол выражает долженствование, уверенность, намерение, обещание, вероятность, сомнение, предложение, он еще служит вспомогательным глаголом для образования будущего времени. Давайте взглянем на примеры. Возвращайтесь на схему построения предложений. Меняется только глагол «зулэн», а вот второй глагол стоит в конце в инфинитиве, то есть без изменений. Также обратите внимание на местоположение двух глаголов. Первый глагол остается на втором месте, и второй глагол обычно находится в самом конце. И небольшое отступление от темы. Конструкции со вспомогательным глаголом «зулэн» часто имеют модальный оттенок и выражают предположение и вероятность, обычно в паре со словом «вэл». Мы посмотрим, мы увидим. Также для образования будущего времени мы можем использовать глагол «хан». В сочетании с инфинитивом он является вспомогательным глаголом с начинательным оттенком. В сочетании с инфинитивом «зулэн», 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 «зулэн». У вас наверно появится вопрос, когда использовать «зулэн», а когда «хан». Здесь даже филологам и лингвистам очень трудно привести четкую границу. Если углубляться в пособие по языковым нормам, то можно найти следующую информацию. В Нидерландах «хан» в роли вспомогательного глагола будущего времени в основном встречается в разговорной речи, в то время как в Бельгии его используют как в разговорной речи, так и в деловой переписке. По своему опыту могу сказать, что я действительно чаще глагол «зулэн» встречаю в деловой переписке, а в разговорной речи чаще используется «хан». На самом деле очень многое будет зависеть от самого говорящего. В описании к видео я приложу ссылку на статью, где вы подробно можете почитать об этих различиях. Ну и последний вариант. Когда мы просто используем настоящее время или добавляем вспомогательные слова, которые указывают нам на будущее время. Например, завтра, послезавтра, в следующем году, через три дня. В этой ситуации вспомогательный глагол можно опустить. Ну и по традиции вы уже сейчас можете потренироваться и перевести несколько предложений с русского на нидерландский. Ответы будут в следующем слайде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хайенар Парез?